Основы тактической, огневой и строевой подготовки, проверка физической готовности и умения оказывать первую медицинскую помощь этому и многому другому учащихся школ Черкесской научат во время сборов, которые открылись в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард». За началом занятий наблюдал Артур Мхце. Для большинства ребят, которые в этот апрельский день вступили на плац республиканского военкомата, предстоящие занятия пока в новинку. Если о строевой и физической подготовке они наверняка хорошо осведомлены, то навыки огневой и военно-медицинской вряд ли изучали на практике. Впрочем, благодаря специалистам военно-патриотического центра «Авангард» этот пробел за время пятидневных сборов будет устранен. Эти сборы плановые. Мы планируем провести еще три потока в этом до 31 мая. И с 1 сентября по 31 мая 2025 года планируется пройти обучение 720 человек. Чему будут обучаться? Основам общей военной подготовки это 9 часов, например, огневой подготовки, строевая подготовка, тактическая подготовка, военно-медицинская подготовка, уставы и РХБЗ защита. Меня зовут Орешков Михаил, обучаюсь в «Авангарде», занимаюсь там, занимаюсь стрельбой с пневматической винтовки, имею третий взрослый разряд. Обучать ребят будут специалисты центра, которые имеют большой практический опыт. Об этом учащимся рассказали во время торжественного открытия сборов. По поручению главы республики «Авангард» был открыт досрочно на территории Карачаева-Черкесии в декабре 2022 года. Прошлый год для «Авангарда» это были массовые, интересные мероприятия гражданской патриотической направленности в количестве более 30 единиц. В этом году вы уже второй поток пятидневных сборов. Вряд ли за одни сборы молодые люди полностью усвоят азы армейской подготовки. Впрочем, куда важнее, что на основе практических занятий они о многом получат четкое представление и в дальнейшем смогут совершенствовать свои навыки. Как это уже делают некоторые и их сверстники. Артур Мхцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова